Потому что может ли быть какое-то эволюционное развитие, если мы не живем по законам наших богов и заповедям предков? Возможно ли эволюционное развитие? Подумайте. Если мы сами будем фантазировать, а мои обязанности вот такие, а мои вот такие-то. Но не учитывая ни мнение богов, то есть наших прародителей, ни мнение наших предков, может ли эволюционное развитие быть? А большинство людей в нашем обществе как раз они об этом и не задумываются. Так же? Не о воле богов, не о воле предков. Мы уже затравили эту тему, что у нас нет ни одна Божия, нет ни много Божия, у нас рода Божия. То есть если мы не становимся проводниками чаяния и желаний нашего всего рода, то есть расы, то удачи нам не видать. То есть мы будем просто отторжены от этого организма, как раковая опухоль. А если мы становимся проводниками, то вся мощь, вся сила, все знания, все качества расы или нашего рода, они идут к нам. Мы подсоединяемся и являемся чистыми его проводниками. Тогда кто с нами сможет справиться? То есть существует наука побеждать малым количеством. Если планы человека соответствуют планам Всевышнего, то есть всей расы, то кто против нас может выстоять? А если мы от себя начинаем делать, ну это никто, сами по себе. А у русских это и один человек в поле воин. То есть он один выходит и побеждает целую армию. Если его планы соответствуют планам Всевышнего, то за ним победа будет. Очень простая наука. Только нужно четко знать планы своего рода, расы. А это изложено на всех заповедях наших богов, наших предков.